Демократическое движение Казахстана Рассказать о том, как мы сменим нынешний режим на парламентскую модель управления и объяснить, что даст это стране, каким образом парламентская модель управления государством влияет на всю экономику страны, на социальную жизнь, на науку, на развитие регионов, вообще на все. Я думаю, что многие понимают, что парламентская модель предполагает отмену президентской власти, что все будет решать народ. Но здесь ко мне идут обращения, чтобы я рассказал, каким образом будут развиваться регионы, как это повлияет на бизнес и все прочее. И поэтому я хотел бы изложить основные принципы построения парламентской модели, чтобы вы понимали, как это повлияет на развитие страны. Еще раз я хотел бы озвучить, что мы говорим, что смена режима будет сопровождаться тем, что кардинально будет изменена система управления страной. Сейчас в нашей стране все решает один человек, Нурсултан Назарбаев. Вся власть принадлежит ему. Мы когда говорим власть, правительство, парламент, мы не должны обманываться и не должны обманывать никого. Мы не должны запутываться сами и не запутывать других. Вся власть в этой стране принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Он назначает правительство, он назначает судей, он назначает Акимов, он назначает депутатов в Сенат, в Можилис. Потому что назначение идет через партию Нурсултан, партийным списком, а партию Нурсултан через фальсификации, через факты административного давления, которые приводят к тому, что не регистрируется ни одна политическая организация, оппонирующая власти. В Казахстане создается монополий на власть. Так было в Советском Союзе, когда единственная партия в Советском Союзе была в Коммунистической партии. Все остальные партии были запрещены. В Казахстане формально партии другие могут существовать, но в реальности вы все прекрасно знаете, что невозможно в Казахстане зарегистрировать партии, если это не партия Назарбаева. Сейчас там вчера объявили о создании одной партии, другой партии. Как я иронизирую партию блондинок, там одна какая-то женщина, такая покрашенная блондинка. Так вот, эта блондинка, это партия власти. Любая другая общественная организация, которая попытается озвучить позицию оппонировать власти, она не будет зарегистрирована. Ни общественная организация, какое-то общественное объединение, ни политическая организация, как партия, в Казахстане не регистрируется. Это мы все должны отчетливо понимать. И когда кто-то говорит, давайте мы зарегистрируем такую-то партию, такую-то, без названия ДВК, это люди, которые не понимают политическое устройство страны. В нашей стране оппозиционную партию зарегистрировать невозможно. В нашей стране любая политическая партия, она предполагает, что будет бороться за власть. Что значит бороться за власть? Это она должна прийти во власть, победить на парламентских выборах, назначать затем правительство и так далее. В нашей стране таким образом невозможно осуществить партийную деятельность, если эта партия будет конкурировать с партией на султана Назарбаева. Поэтому демократия, конституция, какие-то законы – это декоративные бумажки, которые не имеют никакой силы. Сила имеет только устные указания. Все эти законы являются основанием для того, чтобы кого-то закатать в тюрьму и все прочее. И выполнять те или иные правила, чтобы эта политическая верхушка, а в данном нашем случае это Нурсултан Назарбаев и его близкое окружение, чтобы они контролировали власть в стране. Контролируя власть в стране узкой группой, все богатства страны они перераспределяют в свою пользу. Опять же, я еще раз повторяюсь, когда я говорю «они» – это Нурсултан Назарбаев, которому принадлежит в этой стране все. И маленькая узкая верхушка, с которой Назарбаев частично делится, дает им в руки властные полномочия, Конституционный совет, судьи, армия, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности и какой-то круг министров, они все являются подчиненными Нурсултану Назарбаеву. Он любого может посадить в тюрьму. В общем, одним словом, это характеризуется кратко – диктаторский режим. Поэтому мы говорим о смене режима, о смене политической системы. Именно строительство парламентской республики, когда депутаты избираются народом, именно народ отправляет своих представителей в парламент, депутаты назначают премьер-министра и правительства, должности президента не будет. Вот такая парламентская модель управления. Дальше. Акимы областей, городов, районов избираются на прямых выборах народом. Судьи избираются народом. Только Верховный суд назначается парламентом страны. Продолжают звучать такие вопросы. Вот власть поменяется, ничего не изменится, они также будут воровать, обворовывать свой народ. Вот, Аблязов, ты придешь к власти, ты думаешь, будешь лучше. Но все и меньше, и меньше вот таких. Это уже больше на нурботов или тех людей, которые не знают, что такое парламентская система управления. Мы понимаем очень просто. Я хочу сейчас еще раз повторить. Что является или кто является гарантией, что не повторится ситуация, которая сейчас сложилась с султаном Назарбаевым, который обманул свой народ. Каким образом должна выглядеть политическая система, чтобы народ действительно контролировал власть, чтобы у нас не появился второй диктатор, и мы вошли в число действительно цивилизованных стран с нормальной политической системой, и чтобы вся власть в стране не была сконцентрирована в руках одного человека. Вот я сейчас хотел бы этот комментировать. У меня здесь спрашивают, читаю ли я вопросы. Я вопросы вижу, и в свою очередь я обращаюсь к вам. Вопросы нужно задавать по теме. Здесь спрашивают про какие-то декларации опять, еще что-то. Такое впечатление, что люди сюда пришли просто здесь поболтать или между собой пообщаться. Мы специально готовим те или иные темы, специально обсуждаем, чтобы те участники чата, которые здесь присутствуют, быстрее политически образовывались и получали специальные знания. Ребята, пользуйтесь тем, что мы для вас специально готовим. Это знания, чтобы их получить, нужно очень много материалов проработать. Не отвлекайтесь, у меня просьба. Итак, на вопрос, а что или кто будет являться гарантией, что новая политическая система или новые руководители не будут такими, как султан Назарбаев, я отвечаю, гарантией будет являться сама политическая система, а именно новая политическая система, называемая парламентская республика без должности президента. Если правительство и премьер-министр не выполнит своих программ, своих обещаний, то парламент собирается и в один день их отправляет в отставку. Вот, собственно, в этом и заключается гарантия. Здесь я вижу, что некоторые участники чата хотят вот как в 15-14 веке услышать клятву. Я уже говорил, что никакие клятвы не нужно от кого не от кого брать. Ориентироваться на слова. Как бы вы не доверяли человеку или, наоборот, перестали доверять, надо строить политическую систему так, чтобы она не ориентировалась на пустые или любые другие обещания. То есть, если правительство, премьер-министры и министры не выполняет своих программ, не выполняет своих обещаний предвыборных, которые они использовали для того, чтобы прийти к власти, то депутаты просто отправляют такого премьер-министра в отставку, включая министров. Вот все гарантии. Никакие клятвы не нужны. Все должно быть официально, все должно быть закреплено законами и все закреплено возможностью депутатов отправить в отставку правительство и премьер-министр. Вот здесь гарантия. Теперь я хочу объяснить, каким образом изменится экономика регионов, как изменится вся экономика, каким образом правительство построит развитую экономику. Сейчас мы постоянно девальвируем свою национальную валюту, ориентируясь на Россию, которая оказывает серьезное давление на нашу экономику. Российский рубль падает, через какое-то время деньги тоже падают. Почему это происходит? Потому что мы практически ничего не производим. Ни носки, ни одежду, ни обувь. Мы все импортируем. Ни электрическое оборудование. Мы экспортируем сырье, которое нам в наследстве досталось от Советского Союза, все эти предприятия. Это нефть, газ, металл и все прочее. Мы ничего не производим. И когда мы сами ничего не производим, импортируем, то после девальвации, например, национальной валюты рубля в России или ослабления валюты в мире, это приводит к тому, что ослабляются наши деньги. И вот, значит, вы понимаете, да? Каким образом, я сейчас хочу объяснить, каким образом произойдет диверсификация экономики, как сформируются рабочие места в том или ином регионе, и кто будет являться двигателем всех этих изменений в том или ином регионе, как появится новая экономика, как будет сформирована новая промышленность, и почему именно в парламентских странах диверсифицированная экономика, а почему в авторитарных диктаторских странах экономика не диверсифицирована. Посмотрите Саудовской Аравии. Нефть и больше ничего. Посмотрите Объединенные Арабские Эмираты. Да, у них нефть и туризм, и больше ничего. И таких примеров я могу очень много привести, когда диктаторские страны, и у них в основном не диверсифицированная экономика. Диверсифицированная экономика именно в тех политических системах, когда власть принадлежит народу, когда парламентская республика, когда народ везде участвует в управлении страной, именно тогда формируется диверсифицированная экономика. Посмотрите европейские страны. У них модель политическая предполагает, что народ прямо участвует в управлении государством. Местные органы власти избираются, правительство избирается, президент избирается, именно народом избирается. И в зависимости от того, какая существует модель, существует разнообразная экономика. Это то же самое происходит в Америке, очень разнообразная экономика. Там, где тоталитарный строй, где авторитарный режим, экономика не диверсифицирована. Это так называемые третьи страны, у которых экономика слабая, валюта слабая, а твердые устойчивые валюты, на которые ориентируется весь мир, это евро и доллар. А теперь я хочу привести пример, каким образом будет происходить диверсификация. Ясно, что если люди, например, возьмем южный регион Казахстана, сейчас нынешняя Туркестанская область, живет больше двух миллионов населения. Область хорошая, ясно, что там должны перерабатываться фрукты, овощи. Ясно, что там должен быть перерабатываться хлопок, который там производится, и шить разные одежды, перерабатывать, сформироваться ткани. Ясно, что в этом регионе не хватает рабочих мест. При этом юг страны обладает гигантским потенциалом. Есть нефтеперерабатывающие заводы, есть цементные заводы, есть квалифицированные кадры, очень хороший климатический пояс. И вообще странно, что Туркестанская область является по своим доходам на душу населения достаточно бедной относительно многих регионов страны. Это вообще очень странно. А на самом деле в демократической стране будет происходить следующее. Это многочисленный регион. Понятно, что будет представительство серьезных депутатов в парламенте. И депутаты, представляющие свой народ, будут настаивать, что правительство должно выделить необходимые усилия, ресурсы, для того, чтобы в этом регионе были сформированы нормальные рабочие места. Это дать возможность бизнесу построить перерабатывающие комплексы, которые перерабатывают хлопок до высокой уровня переработки, производятся ткани. В этих регионах должны быть построены какие-то заводы, которые подходят по своим возможностям для развития региона. Должны быть построены перерабатывающие заводы, которые перерабатывают фрукты, овощи. Ну, вы знаете, в Южном регионе большие возможности. И депутаты будут проводить в парламент такую политику, которая фактически принудит правительство выделить необходимые денежные средства для развития регионов. И это будет в каждом регионе. То есть депутаты, лоббисты своих регионов, районов. Именно их влияние на правительство приведет к тому, что там, в этих регионах, сразу изменятся ситуации и будут построены тельные предприятия, которые сейчас отсутствуют, но очевидно, что должны быть. У меня часто спрашивают, как вы видите развитие бизнеса того или иного региона. Я очень хорошо знаю Казахстан, объездил все регионы многократно, и бизнес, когда работал, и когда в правительстве работал. И, конечно, у меня есть ясное видение, как развивать страну. Но, на самом деле, это, наверное, все хорошо, но в реальности именно регионы, именно представители народа, именно депутаты должны представлять интересы тех или иных регионов и должны формировать позицию, политическую линию, иметь проекты, продвигать бизнесменов, которые придут в правительство и попросят поддержки, строительство инфраструктуры, какие-то налоговые реформы провести. Именно тогда правительство работает на нужды всего народа. Ну, например, я приведу простой пример. Возьмем наши северные регионы. Кустанай, Северный Казахстан и вот Акмольская область. Это известные зерносеющие регионы, и они по кругу получают зерно 10 центнеров с гектара. Это в первую очередь связано с тем, что там багажные земли, они не поливные, и на самом деле я в свое время делал в конце 90-х годов и начале 2000-х годов исследований, нанимал специально консультантов очень крупной иностранной компании, которые говорили, что если правильно проводить работу в аграрном секторе, а это удобрение, это организовать поливные земли, то урожайность там в этих регионах достигнет легко, без проблем 50-60 центнеров с гектара. Собственно, на юге России в Ставрополье столько и производят, а в мире до 100 центнеров и выше даже производят, а мы в 10 раз меньше. Так вот, если бы там действительно были представители, депутаты от народа в парламенте, реальные, которые зависят от голоса и своего народа, то бы они давно, давно бы разработали программы развития регионов. То же самое сделал бы Аким, которого действительно выбрал бы народ, это Аким был бы заинтересован, чтобы формировались рабочие места, были созданы новые предприятия, и лоббистов бы у регионов было бы много, Акима городов, районов, депутаты разного уровня. Именно они сформировали пакет действий такой, который привел бы к развитию регионов, и экономика была бы развитой и диверсифицированной. То есть, вообще, политическая модель, она кардинально повлияет на все. Кардинально повлияет на экономику, кардинально повлияет на науку, кардинально повлияет на образ жизни, практически на все. Почему? Потому что каждый день народ участвует в управлении государством, каждый день народ выходит с идеями, каждый день каждый из вас сможет реализовать те или иные идеи, потому что есть обратный механизм. Когда вас слышит правительство, когда есть ваши представители депутаты, которые работают на народ, тогда ситуация начинает меняться везде. В культуре, в образовании, в здравоохранении, в экономике. То есть, вы же понимаете, это ваши представители, которые продвигают ваши интересы. А сейчас ваших представителей во власти нет. Есть один султан Назарбаев, который всех сам назначает. И к чему это приводит? Приводит к тому, что кто сам принимает решение, ни с кем не советуется, именно он становится самым богатым человеком, потому что он принимает законы и летельные решения в свою пользу. Не в пользу народа, а в свою пользу. Почему он это делает? потому что народ его не может снять. Ну, снять, но народ просто молчит. 30 лет молчит. И он этим пользуется. То есть, власть это еще в первую очередь экономика. Кто контролирует власть, тот контролирует экономику. Еще раз обратите внимание. Вся власть в нашей стране принадлежит на султану Назарбаеву. И теперь посмотрите, как это отражается на экономике. Банки, 90% в банке страны принадлежит на султану Назарбаеву и его ближайшему окружению. Нефтегазовый сектор. Почти все принадлежит на султану Назарбаеву, который спрятал свои интересы через китайцев, который владеет почти 40% долей нефтегазового сектора и другие иностранные компании. Сырьевые компании. Посмотрите, евразийская так называемая группа, собственность этой группы оценится свыше 20 миллиардов, ферросплавы, феррохромы, рудные компоненты в рудном, Соклово-Сарбайский горнорудный комбинат, разные бокситы, алюминиевый Павлодарский завод, крупнейшие электрические станции, которые стоят по несколько миллиардов долларов. Это все принадлежит так называемой евразийской группе. На самом деле в реальности там основным акционером является Нур-Султан Назарбаев. Посмотрите, медь. Более 90% меди в стране добывает группа компаний Казахмыс, которая регулярно меняет название. Якобы там владеет кореец Владимир Ким, но это предприятие 100% принадлежит Нур-Султану Назарбаеву. Я могу назвать все ключевые промышленные предприятия, и они все в реальности владеют, находятся в собственности Нур-Султана Назарбаева. Что в итоге получается тот, кто владеет властью, а это Нур-Султан Назарбаев, он же владеет экономикой. Он владеет всеми крупнейшими промышленными предприятиями, он владеет финансовой системой, он владеет горнородными запасами, потому что он как президент страны принимает любые решения. Он любое месторождение может передать на разработку самостоятельным решением. Поэтому он является супер богатым, поэтому его личное состояние не менее 200 миллиардов долларов, а в реальности больше, считайте, он как хозяин всей страны. И его все ближайшие родственники являются миллиардерами, у которых десятки миллиардов во владение. Почему? Потому что он один контролирует власть, соответственно, он один контролирует экономику страны. Теперь мы говорим о другой модели. когда не будет должности президента, когда власть принадлежит парламенту, а депутаты назначены народом, что в этом случае произойдет в экономике? Мировой опыт говорит, что в этом случае все богатства страны перераспределяются не среди политической верхушки, а среди народа. Почему? Потому что именно народ владеет властью, потому что именно народ назначает правительства, министров и депутатов, именно народ выбирает и назначает Акимов областей, городов, именно народ назначает и выбирает судьи, соответственно, вся эта система политическая работает на народ. Соответственно, все богатства страны перераспределяются в пользу народа, перераспределяются в пользу народа, тогда богатых очень мало, богатыми становятся те люди, которые добились своим талантом какими-то новыми идеями, а не те, которые используя власть получили сверхбогатство, это так называемые олигархи. Я уже говорил, что такое олигархи, олигархи это те люди, которые разбогатели, используя власть, за счет власти олигархом в нашей стране является Нурсултан Назарбаев и его близкие родственники. Просьба не путать, богатые люди сами по себе не являются олигархами, олигархами являются те, кто разбогател за счет власти и используя власть. Одним словом, когда сформируется парламентская республика, когда именно народ будет выбирать депутатов, соответственно контролирует власть, все богатства страны будут распределяться справедливо среди народа, а не среди узкой политической верхушки. здесь меня спрашивают, а будет ли возрастной ценз и так далее, а зачем вам возрастной ценз? Будут свободные выборы, и вы сами решайте, этот депутат, он умный, он честный, он способный, он будет работать на народ. Вы не будете смотреть на какие-то другие факторы, если даже будете на возраст смотреть, вы просто должны понять, если человек уже старый, уставший, вы для себя решите, я за него не буду голосовать. Вот возрастной ценз устанавливает сам народ. Не нравится, как он выглядит, не нравится, что он говорит на том или ином языке плохо, это решает не комиссия, не кто-то сверху, а решает сам народ на выборах, именно народ на выборах определяет, он не говорит на том или ином языке, он нас не устраивает, раз, он старый, два, у него образование плохое, три, ему нельзя доверять, он нечестный, четыре, вот разные такие требования, которые вы выдвигаете к своему кандидату, приводят к тому, что вы за него голосуете или не голосуете, а возраст здесь не помеха, у нас по закону с 18 человек человек должен иметь право выбирать, так вот, есть конституционное право избирать и быть избранным, это такое равновесие симметричное, и поэтому здесь возрастных цензов от 18 и выше не должно быть, во-вторых, сам избиратель решает, будет ли он голосовать за молодого или за старого, или он будет голосовать за умного, талантливого, за честного, за того, который будет переживать за народ, вот и все, все требования. Мне здесь спрашивают, будет ли у нас экономика неориентирована на сырье, на самом деле в мире все очень просто, вот как в спорте, побеждает сильнейший, сильнейший получает практически все, сильнейший становится самыми богатыми спортсменами, вы знаете, если он чемпион, ему платят за рекламу одежды, за рекламу какого-то продукта и все прочее, что называется чемпион снимает сливки. Так вот, сейчас, если говорить о нашей стране, в мире побеждают какие-то чемпионы, как США и Европа, они побеждают за счет диверсистрной экономики, за счет новых технологий. Для этого нужно развивать систему образования, нужно строить, активно инвестировать в науку, вкладывать в человека. И когда человек умный, сильный, развитый, когда развита инфраструктура, когда есть наука, тогда появляются новые технологии, не связанные именно с переработкой просто сырья. Нам нужно построить передовую страну умную, нам вкладывать нужно образование, здравоохранение. Именно поэтому в программах демократического выбора Казахстана звучит государственная медицина будет бесплатная, образование будет бесплатное, наша страна очень сильно отстала в сфере образования. Наш народ отсталый, государство отсталое, и чтобы эта отсталость преодолеть короткие сроки, мы должны развернуть инвестиции, мы должны вкладывать человека, мы должны вкладывать здравоохранение, в образование, мы должны обучать наших молодежь, чтобы они учились у ведущих стран мира, чтобы они стали передовыми, не отсталыми, и тогда наша страна будет развиваться быстрыми темпами, и тогда наша страна перейдет и перестроит всю экономику на современных технологиях, а не будет жить только выращивать козы баранов и копаться в земле. Здесь меня спрашивают, как бороться будут при парламентской форме правления с утечкой капитала, с утечкой мозгов. Утечка капитала, утечка мозгов происходит, потому что наша политическая система не дает людям нормально себя реализовать. Если вы умный, сильный, а эта власть вас не устраивает, почему не устраивает, потому что здесь не нужны ни умные, ни сильные, ни талантливые, а нужно угодливые, ползающие, тогда умные люди уезжают в другие страны и там находят свое место. Утечка капитала происходит, потому что эта власть отбирает бизнес, и тогда люди, которые ведут бизнес, они говорят, нет, мы в этой стране не будем делать бизнес, и свои капиталы разворачивают, уходят на тереньки, где они видят стабильность, где их бизнес никто не отбирает. Поэтому, когда мы построим правовое государство, когда будет действовать закон, именно тогда не будет утечки капитала, а если мы будем вкладывать, инвестировать в образовании, в здравоохранении, если мы будем вкладывать в науку, если мы будем ценить умных людей, то не будет утечки мозгов. Наоборот, в нашу страну придут деньги, потому что люди захотят держать свои капиталы в нашей стране, потому что законы работают, потому что банковская система надежная, потому что такая страна будет искать умных и талант людей, если в нашей стране их не хватит, то они приедут из-за рубежа, именно в нашу страну, они приедут с хорошими мозгами, с деньгами, как сейчас делают Америка и Канада, и поэтому нам важно построить сильную демократическую страну, там, где работают законы, где есть место всем, где нет ущемления по национальному признаку, по вероисповеданию, вообще, чтобы в нашей стране человек себя чувствовал свободно. Это приведет к тому, что очень много инвестиций будут организованы в нашу страну, будут построены новые фабрики и заводы, люди найдут себе работу, соответственно, увеличится поступление налогов в бюджет страны, и бюджет страны может выплачивать больше пенсии, выплачивать бюджетным работникам высокую оплату, строить дороги, развивать военную отрасль, развивать нашу обороноспособность, вкладывать деньги бюджетные в эти направления, то есть, вот так должно быть устроено. Одним словом, одна только политическая модель управления страной, а именно демократическая, именно такая модель, когда народ управляет своими представителями и парламентом, властью, именно эта власть ориентирована на народ, тогда перераспределение капитала будет происходить на весь народ, тогда будет диверсификация экономики, тогда люди, зная, что они власть, будут себя чувствовать в безопасности в этой стране, тогда и правоохранительная система будет работать на народ, соответственно, будет соблюдаться законность, именно тогда в нашу страну хлынут инвестиции, именно тогда не будет утечки мозгов, именно тогда будут развиваться все отрасли в нашей стране и будет та самая диверсификация экономики, той, о которой Нурсултан Назарбаев мечтает 30 лет и ничего не может сделать. При этой существующей модели, когда народ отстранен от управления государством, ничего не будет, никаких изменений не будет. И еще здесь мне вопросы спрашивают, я много раз на них отвечал по поводу международной политики. Международную политику тоже будет решать народ, парламент. Политика международная во всем мире очень простая. Мы должны иметь со всеми дружеские отношения и выстраивать отношения так, чтобы это было в первую очередь выгодно нашей стране. Не выгодно мы в эти союзы не входим. Не выгодно не торгуем. Сейчас, например, Евразийский союз выгоден только России. Мы импортируем только российские машины, импортные много раз дороже становятся, дополнительные пошлины и все прочее. И мы фактически вынуждены покупать Жигули старой технологии итальянского фиата 71-го года 70-го года. Барахло одним словом. То есть этот Евразийский союз выгоден только России. Наш экспорт в Россию затруднен. У нас высокая зависимость соответственно ход экономики России. Этот союз искусственно навязан нам, России и наш Назарбаев все это принял, проглотил, потому что он решает свои отдельные политические задачи, чтобы Путин ему помогал удерживать власть, он его компанией участвует в разработке технильных месторождений в России, его зять является членом советников Газпрома, там у них свои левые схемы. Это позволяет при этом союзе бесчинствовать нашей стране, прикрываться Путином от Запада, от возможных санкций и так далее. И таким образом удерживать свою власть бесконечно долго. Поэтому международная политика будет очень простая. Ее будет решать и принимать сам народ через своих представителей депутатов. И мы будем со всеми странами проводить дружескую политику, но в первую очередь ориентироваться на выгоды нашей стране. Выгодно сотрудничаем, невыгодно не сотрудничаем. Все очень просто. Мы будем проводить сильную независимую политику и никто нам не должен и не будет навязывать силой то иное участие в различных союзах. Мы не будем в них участвовать. Здесь у меня спрашивают мы поняли по экономике а как вы будете вести какую политику будете вести. К сожалению это человек который задал вопрос он не понимает что политики это главное. Вот какую политику мы будем вести такая и будет экономика. Если мы будем вести независимую политику именно политику ту которая подконтрольна народу тогда и экономика будет хорошая работающие на народ. Политика главная именно народ формирует политическую систему именно парламентскую систему управления именно народ говорит международная политика у нас должна быть мы должны дружить со всеми но она должна быть выгодной первой для нашей страны именно народ выбирает принимает политические решения по сути дела он назначение Акимов участвует в выборах то есть политика первична как только вы такую политическую модель принимаете как только вы такие политические решения принимаете после этого идет вторичный следом экономика потому что вследствие принятия таких решений что у нас будет такая политическая модель управления страной формируется дальше все экономика и все прочее то есть политика первичная Азарбаев это вас обманывал морочил голову Что вот сначала экономика и политика. Экономика без политики не бывает. Например, мы говорим, мы строим свободные рыночные отношения. Не как в Советском Союзе, административно, приказом формируют цены. А принимаем политические решения, то есть проводим политику, что у нас свободная рыночная экономика. После этого парламент принимает такие законы, которые реализуют свободную рыночную экономику. Принимают рыночные законы. То есть мы приняли политическое решение, как будет выглядеть политическая система. И в развитии этой политической модели далее парламент принимает тельные политические решения. А затем начинается реализовываться экономическая политика. После принятия таких политических решений о свободной рыночной экономике, о формировании свободных цен, о конкуренции. Об отсутствии монополии. То есть сначала принимается политическое решение, а затем идет их реализация в экономической сфере. Теперь меня спрашивают, как бороться с коррупцией. С коррупцией тоже несложно бороться. Коррупция сейчас присутствует. Почему? Потому что вся власть принадлежит Назарбаеву. И эти люди, которые существуют, акимы городов, областей, судьи, они от вас никак не зависят. Но когда их избирает народ, когда их при первой же ошибке народ уволит, когда свободная пресса, журналисты, телевидение не принадлежат одной группировке, эта пресса охотится за теми, кто ворует. Они берут интервью. Суды наказывают коррупционеров. И суды не подчиняются политической верхушке. Они независимы и работают только в соответствии с законом. Тогда получается, что любой коррупционер, за ним идет охота. За ним охотятся журналисты. Народ, услышав слухи, разговоры, увидев, как этот чиновник живет, он обращается в правоохранительные органы с фактами, правоохранительные органы расследуют, потом дела передают в суд, и не может политическая верхушка повлиять на суд, потому что судебная система не зависит от власти. Она избирается народом. Вот таким образом, в результате, тогда, когда судебная система не подчиняется верхушке политической, она независима, ее избирает народ, когда исследователи работают четко, выполняя закон, тогда пресса находится не в подчинении у власти, они между собой все конкурируют с средствами массовой информации, тогда любой коррупционер попадает под многократный удар, и эти коррупционеры быстро выявляются. На Западе достаточно человеку принять подарок на 20 долларов, достаточно служебной машине, чтобы прокатилась его жена по своим хозяйственным делам, то такой человек мгновенно уходит в отставку, потому что это расследует журналист, потому что люди об этом пишут, потому что эти люди сразу обращаются в судебные органы, и даже за такие незначительные нашим пониманием нарушения эти чиновники уходят в отставку или попадают под уголовную ответственность. Почему это все происходит? Потому что контроль со стороны общества. Именно поэтому нам нужна свобода слова, нам нужны свободные средства массовой информации, чтобы они не подчинялись власти, чтобы эта четвертая так называемая власть контролировала коррупционеров, писала о недостатках нашей системы. Именно тогда происходит борьба с коррупцией. Да, вот Аскар Халиф, нефтяник, правильно пишет. Политика есть замысел, планирование. Сначала вы работаете над замыслом, вам в голову приходит идея, потом вы его планируете, а потом реализовываете. То есть политика первична. Абсолютно правильно Аскар Халиф говорит. Здесь опять люди не понимают. Говорят, акимы, судьи, вся верхушка уйдет. Кто будет править страной? Никуда не денутся акимы, судьи. Акимы будут избираться народом. На выборах прямых. Акимы городов, областей и так далее. Судьи будут избираться народом. Только Верховный суд будет назначаться парламентом страны. Правительства и министры, их будут назначать депутаты. Эти должности никуда не пробадут. Сейчас их назначает лично Назарбаев. И они не ориентируются на народ. Они коррумпированы. Они носят деньги вверх на сутан Назарбаеву и чувствуют себя безнаказанными. А в нашей политической системе парламентской народ будет избирать. Тогда они будут зависеть от народа, от мнения народа. Именно тогда они будут справедливыми. Именно тогда им никто сверху не может дать приказ. Они будут действовать, четко исполняя законы страны. Мне задают вопрос по латинизации. Моя позиция известная. Латинице никому не нужно. От того, что символ будет какой-то другой, ничего у нас в голове не прибавится. Главные мысли, и неважно свои мысли, как выглядят, в виде иероглифов, латиницы или кириллицы, это не имеет, или арабской вязью, это не имеет никакого значения. Если у тебя в голове масла нет, если тебе нечего сказать, ты можешь, ты от этого толку никакого не будет. Не добавится мозгов, если ты будешь латиницей писать. А китайцы их там почти полтора миллиарда, пишут иероглифами, японцы тоже иероглифы пишут, там полмира пишут иероглифами, арабы, арабской вязью. И что? От того, что нет латиницы, они что, поумнели что ли? Или поумнеет? Ничего у них не случается, хуже не становится. Написание символов никакого отношения к развитию экономики или знаниям никакого отношения не имеет. И опять же, это не я должен принимать решение, это народ, депутаты в парламенте, в результате дискуссии будут принимать те или иные главные политические решения в стране. Главные политические решения в стране будет принимать не один человек, не премьер-министр или министры, а именно парламент страны. Депутаты назначают нательные посты знаковых людей, которые являются специалистами в своем деле. Меня часто спрашивают, как будет выглядеть здравоохранение, как будет выглядеть образование. На самом деле, когда мы объявим выборы, сначала придет во власть временное правительство демократического выбора Казахстана, затем в течение шести месяцев все будут регистрировать, кто хочет, свои партии, и эти партии будут выходить со своими программами развития страны. Программа развития страны будет включать программы образования, здравоохранения. Те или иные разные люди будут писать свои программы. Обычно министры являются ключевыми лицами в развитии тех или иных отраслей. Именно они в парламенте будут озвучивать свою программу развития здравоохранения, образования. Именно министры будут являться носителями этой идеи. И тогда в новой демократической стране вы должны требовать и спрашивать действительность министров. Никак сейчас министр ничего не решает. В нашем правительстве, в демократическом государстве, министры как раз будут приходить депутатами, как идеологии развития той или иной отрасли, здравоохранения, образования. Именно они будут выступать перед народом, побеждать на выборах в парламент. И они будут затем, когда попадут в правительство, станут министрами, будут носителями реформ в тех или иных отраслях развития страны. Здесь говорят, нам нужен арабский шрифт и так далее. Я еще раз говорю, шрифт вам мозгов не прибавит. Китайский шрифт, арабский шрифт и так далее. От этого у вас мозгов не прибавится, знания не прибавятся. Но что мы потеряем? Правописание это просто использует те или иные символы, мысли свои положить на бумагу. Если у вас мысли нет, арабская вязь вам не поможет. Но что мы получим, если мы будем вводить латиницу или что-то другое? Мы потеряем столетнюю историю, нашу культуру, которая писалась на кириллице. Мы отбросим назад всю образовательную систему. И ничего это нам не даст, кроме потрясения. Просто я поражаюсь, когда люди говорят, вот латиницу мы сделаем, мы сразу интегрируемся. Вы что, сразу английский язык будете знать, немецкий язык, который на латинице? Нет. А что они казахский язык через латиницу знают? Нет. На компьютере неудобно писать? Извините, а что, иероглифы удобно писать или арабской вязью? Пишут же эти страны и пользуются операционными системами на тех или иных символах. И ничего. Поэтому все эти разговоры, латинице, все это такая ерунда. Это мне просто вызывает смех, когда кто-то говорит, что мы должны перейти на другую систему. И что вы умнее станете? Вы запутаетесь. Это не просто таблички вешать на вывесках. Это нужно всю систему образования перестроить. Это мы обратно уйдем, как племена в дикой амазонке, на бедренной повязке, которая бегает. В любом случае, это моя личная позиция. И все эти решения будет принимать парламент страны. Я уверен, что парламент страны разберется и не будет никакой латиницы. Это никому не нужно. Собственно, нужно понять принцип. Парламентская страна предполагает участие в управлении, прямом управлении самого народа. Парламентская модель управления предполагает, что именно народ принимает все ключевые решения в стране. Ни один человек, ни премьер-министр, ни министры, сам народ через своих представителей депутатов. Поэтому, когда вы сейчас жалуетесь по любому поводу к Назарбаеву, когда к нему обращаетесь, представьте, 18 миллионов к нему обращаются. Даже он будет суперчеловек, обладающий суперкачествами, а он на самом деле очень глупый человек, как вы понимаете, который манипулирует все, что может делать общественным сознанием и не решает ничьи проблемы. Даже если он был бы суперчеловеком, он не смог бы решить. Поэтому местная власть, акимы городов, областей, когда избирает народ, именно там все решения на месте принимаются, а не в одном месте, у одного человека. Именно парламентская система управления страной предполагает, что каждый участвует в управлении государством, каждый, тогда все ваши проблемы, вся ваша боль, она будет решаться. И эта власть будет работать на народ. Вот что такое парламентская система управления страной. Еще раз. И вот эта парламентская модель будет являться гарантией того, что у нас не появится второй Назарбаев. Потому что если кто-то попытается украсть богатство страны себе, то парламент просто в один день соберется и уволит его, и посадит в тюрьму. Если любой человек попытается остаться у власти, вот как сейчас в Алжире, он 20 лет посидел, президент, хочет дальше, парламент его уволит немедленно. Не будет так, как Назарбаев сидит бесконечно у власти и дальше и дальше натягивает на себя полномочия. Просто парламент собирается и увольняет в один день. Не нужно никаких гарантий, никаких клятв, вообще ничего не нужно. Парламент собрался представить народа и уволил. Вот вам гарантии. То есть сама политическая система является гарантией того, что не будет возврата к тому, от чего мы хотим избавиться. Меня здесь спрашивают, когда я приеду. Вы, наверное, следите за событием в Венесуэле. Вот Гуайда недавно уехал из Венесуэлы. Как исполняющий обязанности президента он посетил соседние страны, встречался с многими руководителями соседних стран, в том числе с вице-президентом США. И когда возвращался в страну нынешний Мадуро, так называемый президент Венесуэлы, пообещал его арестовать на границе. Вы видели, сотни тысяч человек собрались, чтобы встретить Гуайда, который признал, признали исполняющий обязанности президентом, ведущие страны мира. Сотни тысяч вышли на улицы, и никакая ни армия, ни полиция его не смогла ни арестовать, вообще звуку не издали, хотя Мадуро обещал его арестовать. И когда в нашей стране люди будут в состоянии выходить на акции протеста десятками тысяч, когда демократический выбор Казахстана, наше политическое движение наберет своих сторонников сотни тысяч, когда мы будем в состоянии выводить людей так же, как в Венесуэле, или даже хотя бы как в Алжире, когда в один день на улицы страны вышло 800 тысяч человек, именно тогда я могу безопасно приехать в страну и участвовать в формировании временного правительства страны, участвовать в смене этого режима. Сейчас вы прекрасно знаете, достаточно будет мне прилететь в страну, как немедленно Назарбаев меня арестует, и фактически я буду убит. Это вы все прекрасно знаете. И я вернусь в страну тогда, когда увижу, что активность политическая очень высокая, и буду уверен, что полиция, никто не решится на захват, когда я вернусь в страну. Вы посмотрите, народ Алжира тоже спал. Вот 20 лет управлял нынешний президент страной. Последние 5 лет он был в инвалидной коляске, его ударил инсульт. И вот он в коляске прикатил в центральный избирком, в центр избирком, типа собирается тоже участвовать в президентских выборах. Народ Алжира, там больше 40 миллионов человек живет, 20 лет спал. Но вы посмотрите, почти миллион человек вышло на улицы, нынешний президент опять получил инсульт, лежит в коме в Женеве, и народ сказал, нет, хватит, мы устали, хватит, мы не хотим его на пятый срок. А что же у нас получается? Назарбаев сидит у власти 30 лет, и мы не видим на улицах десятков тысяч протестующих. Не видим их. Субтитры создавал DimaTorzok В этой связи я еще раз, теперь сегодня вторую часть хотел бы обсудить. Это подготовка к митингу 22 марта. Нам нужно тренироваться. Нам нужно наращивать сопротивление. Нам нужно наращивать количество протестующих. Наступит какой-то момент, когда на улицы действительно выйдут десятки тысяч. Ни в одной стране мира в один день не выходили ни сотни, ни миллионы. Такого не было никогда. Все эти протесты формировались. Сначала их шло 100 человек, может быть даже единицы, потом тысячи, потом десятки тысяч, потом сотни тысяч, потом миллионы. И мы на пути к этому. В нашей стране достаточно, чтобы 100 тысяч человек вышло, власть поменяется. И здесь я вижу, кто-то написал, какие гарантии, что не будет стрелять. Гарантии вам никто не даст. Гарантии только вам страховка будет в полисе каком-нибудь. На самом деле гарантией является то, что народ выходит десятками тысяч, и тогда полиция переходит на сторону народа. Вот в этом гарантии. А если вы хотите гарантию получить на все, а где гарантия, что богатый человек я стану? А где гарантия, что я буду сидеть или я выйду, что-то изменится? Кто вам даст гарантию? У вас есть гарантия, что вы на улицу выйдете, на вас кирпич не упадет? У вас есть гарантия, что вы найдете работу? Нет. Гарантией является ваша активность, ваши действия. Так вот, когда народ будет активный, когда будут выходить десятки тысяч, и все, после этого вот вся гарантия. Именно поэтому мы должны организовывать разные акции протеста. 22 марта мы решили, что проводим митинг. Но митинг будет сопровождаться организационными действиями, и это действие будет звучать как шествие. Мы говорим о том, что во всех городах известно, где будут проходить массовые гуляния. 21, 22 и далее, это праздничные дни. Здесь какие-то люди пишут мне, а давайте 22 не будем, я работаю. А кто-то раньше писал, а давайте в рабочий день не будем проводить митинги 27 февраля, надо в нерабочий день. Ну, во-первых, 27 февраля был съезд партии Нур-Атан, и мы выходили ко дню съезда партии Нур-Атан. Никакого смысла не было бы выходить выходной день. Во-вторых, сегодня мы говорим, выходим выходной день, а находятся люди, которые говорят, выходной не надо, мы отдыхаем. Или кто-то пишет, выходной не надо, потому что я работаю. И так можно придумывать бесконечно. Нам не нужно выходить 21, 22, все дни, потому что мы еще не готовы два дня подряд проводить митинги. Нам сейчас нужно учиться хотя бы один день всем вместе проводить один нормальный сильный митинг. И этот день мы определили 22 марта. Итак, будут места проведения празднества. Это площади страны. Мы предлагаем двигаться туда, по разным улицам, и просим от вас помощи. В каждом городе мы просим дать маршруты те улицы, которые примыкают к этим местам, площадям. И идея в определенное время начать перемещаться к площадям с разных улиц. Все улицы они не перекроют. Какие-то улицы перекроют, поставят щиты, а как обычно к площадям всегда присутствуют проходы нескольких улиц. Идея именно организовать шествия, идти колоннами, массами, идти в единичном случае, какой-то группой пешеходов, одеться в синие, синие шары, синие шарфы, синие джинсы, синие куртки, синие флаги, синие знамена, маленькие флажки. Все в синее. Я здесь слышал, говорят, давайте мы не будем в синие одеваться. Ну давайте мы вообще не будем одеваться, вообще мы не появимся. Мы используем то, что является законом. Никто вам не может запретить одеваться в синюю одежду, никто вам не может запретить использовать синий флажок с государственным символом. Так, кто боится, лучше не участвует, сидит дома. Идея следующая. Когда мы говорим шествие, это татуар. Вы идете по тротуару, вы не нарушаете никакие правила. Вы просто идете. Вы просто идете в синей одежде, с синими символами, с голубыми шарами. И тогда полиции нет законных оснований цепляться. Если они на вас там начнут опадать и увозить в автобусы, они нарушают закон. Я понимаю их цель какая. Им главное схватить людей, подержать несколько часов и отпустить. Они даже протоколы стараются не заполнять, чтобы не было следов нарушения закона с их стороны. Потому что сейчас ОБСЕ сделало заявление. Будут еще ряд других международных организаций делать серьезные заявления по поводу того, что беспредел произошел в Казахстане 27 февраля. Сегодня вы видели Amnesty International. Это одна из ведущих правозащитных организаций мира сделала заявление, что в Казахстане нарушаются международные договора, право на митинги, право на акции, право на свободу слова. Вы уже видите, международная реакция пошла. И поэтому здесь речь не идет о сопротивлении полиции, нарушении законов и так далее. Мы используем даже Назарбаевские законы. Здесь кто-то написал, давайте не будем сопротивляться полиции. А что значит не сопротивляться полиции? А вы и так не сопротивляете. Просто идете по улице, идете в сторону площади, идете в выходной день. А если на вас вдруг организованно нападает полиция, то они нарушают законы. И здесь пользуйтесь услугами нашему юриста, организовывайте жалобы. Мы будем преследовать законопорядки этих полицейских. Мы используем силу международного сообщества. Будем обращаться правозащитным организациям. Западная пресса обязательно пишет. И вы увидите, когда наберется критическая масса этих нарушений, санкции, точно Назарбаев на себе ощутит на своем ближайшем окружении. Это будет. Я все время говорю, что мы сами должны действовать, не ориентироваться на международную помощь. Но в данном случае мы действительно делаем то, что можем. И мы понимаем, что поддержка в любом случае будет. Мы не должны на нее сильно ориентироваться. Мы должны ориентироваться на свои силы. Но я вам говорю по факту, что международная реакция точно будет. Наша задача 22 марта это тренировка. Мы не выходим с требованием какими-то кардинальными, которые позволят полицейским, скажем, утаскивать наших людей, потом предъявлять претензии. Мы все, кто будут идти, они просто сами идут на праздник. Никто не говорит о своей принадлежности к ДВК. Голубой цвет это не значит ДВК. Символы государства. Шары с символами государства. С гербом Казахстана. Флаги синий цвет наши. Синим джинсом прикопаться только идиоты могут. Но если будут идиоты, мы их разоблачим. И они будут подвергаться преследованию самой же властью. Они будут вынуждены их сдавать. Поэтому 22 марта нам не нужно требовать отставку шалы и всего правительства. Мы должны выйти с такими требованиями, которые созвучны нашему народу. Вот как раз о них надо сейчас поговорить. Я предлагаю выдвигать такие требования там, на площади. Которые именно в тот момент захватят настроение людей. Они могут быть разные. Но когда на площади будут десятки тысяч людей, там люди могут требовать что угодно. И отставки правительства, и отставки шала, что угодно. Будем действовать по обстановке. Но сейчас просто шествие к месту, где будут проходить народные гуляния. В наших, скажем, в голубых шарах, в синей одежде и так далее. И никто не сможет задерживать. А если задержит, он просто нарушит закон. Мы не даем полиции никому никаких поводов. Просто идем по тротуару. Вы же видели в Москве, когда люди ходили по тротуару влево-вправо, на пешеходных полосах, где машины обязаны пропускать. Создавали искусственные пробки. И люди шли по тротуарам и кричали, Путин вор, ты нам не царь, мы здесь власть. И полиция ничего не могла сделать с людьми, которые ходили по тротуарам. Потому что они не нарушали никаких законов, никаких правил, даже тех, которые введены Путиным, жестких. И мы не нарушим никаких требований и правил, даже назарбаевских. Здесь люди говорят, что якобы нужно митинговать в разных местах, в пяти, шести местах. Ребята, не фантазируйте. Там площадь республики тысяч человек, вокзал там столько-то и так далее. Не фантазируйте. Мы проводили митинги в Астане, собирали максимум 400 человек в одном месте. Максимум. Поэтому давайте не фантазируйте, не живите там. Дроны летают, самолеты летают, ракеты летают, с крыши раскидывают. Живите реальностями. Реальность такова, что нам нужно научиться всех собирать в одном месте. Идти разными колоннами по тротуарам и собираться в одном месте. Когда у нас будет сотни тысяч, тогда люди заполнят все площади, все пространства. А сейчас вот фантазии, давайте мы там в десяти местах, в четырех местах. Это фантазии, ребята. Вы же знаете, как эти митинги у нас проходили. В ближайший день-два мы должны уже определиться с требованиями. Требования, которые, скажем, не обязательно шал-кет, даже просто ходить шал-шал-шал, или оян-хазак, или еще что-то. В ближайший день-два мы должны определиться с нашими политическими требованиями. Поэтому мы ждем от вас предложений. Потом, ребята, когда говорят, давайте мы там незаметно проведем на рынке, или незаметно там-то. О чем вы говорите? У нас, среди нас, в этом чате сидят там десятки кэнбэшников. Два-три человека знают, все это знает вся страна. Какие могут быть секреты? Все наши действия открыты, по-другому не может быть. Мы не можем тысячи человек собрать по секрету. Что знает два-три человека, уже будет знать вся страна. Поэтому тоже не фантазируйте. Теперь дальше. Вы уже убедились, я уже объяснял. Мы в каждом городе должны уверенно знать, что минимум какое-то количество людей выйдет. А это возможно только тогда, когда есть ячейки. Эти ячейки не между собой общаются. Мы говорим, что между собой не надо общаться, потому что соседняя ячейка может состоять из провокаторов КНБ. Ячейки организовывать, общаться только со штабом. В штабе есть специальные люди, которые поддерживают контакт с этими ячейками, с каждым в отдельности. Соответственно, другая соседняя параллельная ячейка не может вас сдать, не может подставить. С вами общается штаб, который дает какие-то поручения. Мы взаимодействуем с этими ячейками. Когда в каждом городе будет ячейк хотя бы по суммарно состоящий из тысячи человек, мы будем знать, что гарантированно тысяч человек выйдет. А если тысяч человек выйдет, они за собой приведут хотя бы пять человек. И тогда на митинге мы будем организовывать не менее пяти тысяч человек. Понимаете, почему нужны ячейки? Необходимо создавать ячейки. Я сейчас сам работаю из штаба тоже в том числе. Вижу переписку. Давайте, ребята, создавайте ячейки. Выходите на штаб. От каждого города мы должны создать ячейки 500 тысяч ячейок. И при том, в ячейке должно быть не менее пяти человек. Соответственно, в каждом городе мы будем иметь до тысячи, до двух тысяч человек, с которыми мы будем иметь контакт. Они будут контактировать со штабом. В определенное время эти ячейки подтянут своих людей к местам проведения митинга. И как минимум мы будем знать, что на этот митинг появится четкое определенное количество, которое зависит от количества ячеек. Мы должны организационно стать сильнее власти. Для этого мы должны получить пятикратный, десятикратный перевес. То есть, если их там 100 тысяч человек по всей стране, полицейских и так далее, нас должно выйти как минимум 500 тысяч. Когда мы получим такой перевес численный, тогда мы просто мирным путем добьемся смены режима. Здесь опять человек повторяет, как мы можем организовать в пяти точках одновременно. Я вам сказал, что не придумывайте, не фантазируйте. Мы в одном месте не можем организовать, вы говорите о пяти точках. Так не бывает. Тогда мы в этих пяти точках, мы должны иметь в этих пяти точках 500 ячеек. Две с половиной тысяч человек, которые работают по команде из штаба. Сейчас такого нет. Поэтому давайте не фантазируйте. Мы все собираемся в одном месте, просто сдвигаемся с разных мест, но мы все собираемся в одном месте. Не живите фантазиями. Говорят, если нет таких возможностей, ночуют у друзей, у родственников и так далее. Ну если нет, значит нет. Значит, как есть, так есть. Люди выходят из своего жилья на эти митинги и акции. Чтобы мы стали сильнее власти, мы должны иметь серьезный штаб, который взаимодействует с ячейками. Который действует так, что ячейки, как единый организм по команде штаба, начинают выдвигаться в тельные места. Между нами должны быть налаженные контакты. Мы все должны из штаба получать инструкции и взаимодействовать. То есть мы должны стать очень сильной организацией. Вы знаете историю, я уверен, многие из вас знают. Только организованная сила, только численный перевес, только более умные организации, более мобильные, может победить существующую административную систему. Хаотичные массы, отдельными выступлениями небольшого количества людей мы не добьемся перемен. Мы должны получить массовый перевес. Мы должны все вместе взаимодействовать, быть умными и сильными. И сильнее это власти. Поэтому, еще раз, для этого нам нужно иметь организованную силу. Организованная сила – это ячейки. Ячейки из пяти человек, которые взаимодействуют со штабом. Не будет никаких провалов. С соседями ячейками не надо общаться. И тогда мы действительно выведем тысячи человек в каждом городе. Я вижу, задают все время разные вопросы, обсуждают какие-то темы, не относящие к делу. То есть люди просто, многие проводят время. Ну, как бы, знаете, место сплетни, что называется сейчас. До тех пор, пока мы не превратимся в организованную силу, до тех пор, пока мы не начнем действовать все вместе над одной целью и задачей, а именно сменой режима, мы будем хаотичной массой, которые здесь будут трепаться на чем-то, на какую-то тему, но не смогут решить главную задачу, а именно добиться смены режима. Поэтому, ребята, давайте становиться организованной силой. Хватит пусто-пустых разговоров. Давайте обедняться, создавать ячейки. Если вы не можете пять человек убедить, то вы сами понимаете, вы не создаете ячейку. Вы не сможете, если уговорить несколько человек, то тогда, значит, вы не знаете программы ДВК, значит, вы не знаете наши цели и задачи, значит, вы не понимаете, куда идете. Когда вы все это будете хорошо понимать, тогда вы действительно убедите, не то что пять человек, сотни убедите. О нас уже пишут западные СМИ, пишут американские средства массовой информации, пишут российские. И сейчас сделала заявление Amnesty International, сделала заявление ОБСЕ, и это будет только расширяться. Чем больше мы будем выводить людей, тем больше будет интерес западных СМИ, тем больше реакции будет международных организаций, парламентов. И все это приведет к тому, через какое-то время будет организовано сильнейшее международное давление на Нурсултана Назарбаева. Поэтому все зависит от нас. Мы должны сами организоваться, мы должны сами все сделать, и все у нас получится. Поэтому, уважаемые друзья, мы ждем от вас предложений, какие требования мы будем выдвигать. Наши люди, которые работают в штабе, они ждут от вас схемы, картины, улицы, по которым необходимо осуществлять шествия. Мы ждем от вас предложения, мы ждем вас, организаторов ячеек в штабе. Так что давайте двигаться. 22 марта мы организовываем митинг. Перед митингом будут шествия в сторону, где будет проходить митинг. Итак, я на сегодня завершаю свой эфир. Сава Волонгзар. До встречи завтра в прямом эфире. Продолжение следует...